и вот мы с вами на даче 18 февраля 2014 года температура плюс 20 и я искренне рад успехам тех вермеров на форуме которые достигли результата когда им нужны просеивать или механизированные для компостов для отделения дождевых червей но вот мы как-то и нацелились на реализацию именно этой продукции только конечно у нас продается все это но нам хватает и тех того 2 тех сид которые у нас есть и пинцетов чтобы реализовать полученные заказы ну а как они выглядят эти ситы я уже показывал ну и сейчас еще разочек покажу как мы их храним чтобы они не портились и как они выглядят на таком сити не надрывая спокойно легко за день я могу полтонны пересеять компоста отделив там от гвоздей пленки не сгнивших ящиков и прочее на где-то 200 килограмм моя боевая подруга вот что я должен сказать что например можно вот таким образом еще делать даже не резать картон как я здесь срезала полиэтиленов эти в деревянные ящики с полиэтиленом закладывал кстати этот полиэтилен если он вдруг окажется вас не дырявом то его нужно будет обязательно просто как все промочили как следует вы через эти дырки понаделать десяток отверстий шивом примерно 5 миллиметрового но можно просто вот такие банановые ящики но это не просто банановые ящики он битком набит картоном просто я ходил взял половинку ящика и тупо туда коробки остальные складывал и топтал ногами он битком набит и весит килограмм 5 наверное так что и поставить его в мешок и опять таки вот так вертикально не горизонтально чтобы все слои там которые есть все были вертикально чтобы черви там в этих прослойках не задохнулись и вот вертикально когда она в мешке будет стоять никаких проблем ну и так как мы храним наши сетки но сетки представляется двойную сетку можно использовать андинорную вот такую решетку от холодильника а можно использовать вот 3 сантиметровую ячейку с 3 миллиметровой проволоки сетка на нее вот такую тонкую сетку 0 5 миллиметров металлическую вот эта сетка уже служит нам порядка не знаю больше десяти лет и как видите до сих пор не соржавела поскольку просеяли и сухое место на зиму по крайней мере летом конечно стоит на улице такая сетка длина у нее но это на этой сетке мы просеиваем камни это не для червей сетка вот длина у нее ну примерно два с половиной метра в этой сетке это мы вот зимой так храним здесь и лестницу и сетку вторую сетку точно такую же храним на улице вот такая вот у нас зимняя обстановка вовсе даже не помойка раньше да вот на этом месте почему на эту улицу и назвали таратея до 2008 года вот на месте этой вермифабрики вот прямо тут вот тут на этом месте я сейчас стою здесь была гора примерно 3-4 метра высотой из ящиков тарных и в то время как делали нарезку переименовывали поселок городского типа вот эти вот на этом месте мы проводим просеивание вот таким образом выбираем из-за время фабрики ящик часто все открыто сукном шинельным старым вот одна сетка у нас точно такая вот вот здесь вот прикрыта железо вот таким образом все хранится вот резину надо здесь положить чтобы не каменелку вот и все а дальше мы при необходимости ставим здесь big back цепляем их вот за эти жесткости за эту и эту жесткость вот это где-то я видео уже снимал и набиваем две тонны за пяток дней легко и один-две тонны набиваю это компостом сюда подъезжает машина цепляет краном и увозят этот мешок куда им нужно вот такая сегодняшняя обстановка но еще раз говорю что макро бизнес-план по крайней мере для любого человека вполне осуществим доходом не менее 300 евро в месяц если мы будем использовать только макулатуру только картон именно в целях получения вот так набил вот здесь вот в рюкзаке та самая моча которые сейчас вылью на кусты здесь среди вот у нас отходы кухонные все примитивно просто здесь вот набитый ящик банановый как я вам говорил битком картона и уж если вы себя полностью родню обеспечили всеми вот этими экологически чистыми продуктами и обогреваете свое частное помещение или гараж тем полиэтиленом который вот здесь будет после просеивания этих ящиков то вы уже себе еще будете иметь гарантированный доход не риска не какой-то рискованный без всяких вложений и уже если у вас останется что-то лишнее вы можете предложить в первую очередь зелень раннюю всевозможные салаты укроп петрушку лучше всего идут рукола и много других салатов причем разноцветных отлично они идут во все точки общепита начиная от маленьких кафешек пиццерий вот такие вот мешки с отходами тут уже все тут например это из цветочных магазинов вот торчит чего тут тут у них нет это конечно все подлежит переборке все это надо рассортировать что-то сжечь что-то сразу отправить червячишкам если это там какие-то пищевые отходы а что-то набить в ящики вот как например вот такую мелкую макулатуру сначала картон установить нарезанный потом уже набить эту макулатуру внутрь ящика когда по периферии будет вертикально уложены картон вот такая вот картинка разрушка салона на ваших глазах но теперь осталось выгрузить битком набитый багажник и и можно перетаскивать все в тепличку и вам таких же халявных результатов всего доброго